добрый вечер уважаемые зрители я сейчас решил рассказать о том от чего несмотря на вот эту вот радостную новость о том что освободили его на головного мне в принципе не радостно но и многим людям которые понимают о чем идет речь они тоже понимают что радоваться скажем так рано дело в том что это первое настолько громкое дело о фальсификации уголовных дел но вы же понимаете что в общем то на самом деле это дело далеко не первое и уголовные дела фальсифицировали фальсифицируют и даже несмотря на этот громкий скандал будут продолжать фальсифицировать с разными целями ну начиная с просто желание отчитаться о раскрытии уголовных дел и кончая там решением вопросов отъема бизнеса расправы с конкурентами расправы там со своими какими-то противниками просто из-за неприязненных отношений и так далее и вот я сейчас в этом видео расскажу только от хорошо мне известных случаях о которых я слышал от реальных и знакомых людей и с которыми сам сталкивался дело в том что дошло сейчас до того что там сразу депутата ну как бы у нас же все основано на конъюнктурных соображениях принялись срочно вносить поправки и менять вот это вот печально известную статью 228.1 ну и так далее в двух словах скажу о своем отношении к наркотикам и к наркоманам то есть то что она негативно это сказать можно очень мягко по той простой причине ну что вы знаете что я всю жизнь как бы потратил на то чтобы другие ценности продвигать и сам придерживался совершенно других взглядов я конечно но по мере взросления я уже по некоторым вопросам настолько радикально не высказываюсь и не действую там ну а вот в молодости там сам у меня взгляды были ну примерно там вспомните фильмы там фанат фанат 2 я не только там про наркоманию туда и речь там не шло я естественно никогда в жизни не курил там за предложение выпить там какой-то алкогольный напиток более чем нас на настойчиво как вот в песенке у слепакова там только у меня могла реакция такая наступить как у него до того скажем если вы понимаете что если я готов был зарядить в рыло просто за то что мне предлагают там алкоголь даже на праздник вот не говоря о том что там что-то более серьезно то вы понимаете какое моё отношение было всегда ко всей этой публике ну если сейчас я уже там допустим алкогольным напитком но чуть-чуть смягчился в плане того что я допускаю там употребление каких-то хороших вкусных там напитков весьма ограниченных дозах но никто никогда меня не видел пьяным или там даже состояние легкого алкогольного опьянения ну а вот если уж говорить о каких-то более серьезных вещах то извините я всегда придерживался мнения и если помните в передачах наших высказывал что вообще там наркомании надо бороться радикальными способами такими как в юго-восточной азии но при этом я правда тогда в передаче сказал что у нас это невозможно потому что виноватыми могут объявить совсем не тех кто действительно виноват здесь специфика такая что вообще наркомане она не может существовать в тайне и так чтобы они они не знали правоохранительные органы по моему элементарно совершенно слишком там ненадежный контингент то есть любого наркомана если просто без дозы запереть в камере и оставить то он ради этой дозы он готов на все и он никакие тайны хранить не способен по определению значит оба всей этой системе всегда знали и знают правоохранительные органы и без их ну скажем так отдельных их представителей эта система вообще существовать не может если в нашем государстве по моему убеждению была политическая воля то сидорка вафи могли бы ликвидировать за двое-трое суток но опять же этого не будет потому что по-настоящему серьезным преступлением в этой сфере имея почему-то никто не занимается он сегодня там промелькнула информация что в санкт-петербурге в порту чуть ли нам не полтонны кокаина обнаружили только хозяев найти него вот это я понимаю как бы размах и скорее всего хозяев не найдут помните там тоже случай был в посольстве и так далее вот это люди как бы занимаются и про них опять что нашли тех людей которые имеют отношение к этим чемоданам там с наркотиками в посольстве но как-то все затихло а зато сейчас уже в абсолютно диких количествах я учился силу опять же своей журналистской деятельности общался с людьми которые оказывались вот в сизу то есть там уже вообще больше половины людей сидят в ожидании судов там по огромными сроками которые там вот разного рода дурачки которые там повелись на какие-то посуды там закладчики которых там с какими-то коробками с этими взяли вот сейчас вы видели прекрасно что опубликовали эту статистику о том в каком количестве с какими дозами людей арестовывали и получается что у нас так же как и при подсчете голосов на выборах почему-то вот эти вот официальные данные совершенно никаким образом не согласуются с кривой распределение вероятности гаусса может быть вам странно от человека с моей рожей слышать там такие выражения но я в свое время очень серьезно занимался теорией вероятности и в общем ну и математикой в целом и олимпиады выигрывал и так далее вкратце ситуация такова что представим что допустим человек значит наркоторговец которого ловят насколько он может при себе нести наркотиков на такую утрированную ситуацию предлагаю рассмотреть понятно что это там от какой-то там крышечной дозы сколько там микрограмм я не знаю я кстати совершенно никогда не знал и не собираюсь узнавать какие там вот реальные дозировки мы представим себе вот такую математическую задачу ловят людей и от там скольких микрограмм да сколько там паркоша может унести но не знаю пусть там еще не совсем дохлый там пусть он там 30 килограмм к примеру или 50 собой может нести ну и понятно что в общем то какие-то крайние значения там будет не зато достаточно небольшое число пойманных а по мере того как будет это величина приближаться какой-то такой общем потребительной дозе число людей пойманных с этой дозой будет увеличиваться ну и понятно что когда вот это вот значение основное будет найдено то ближайшие к нему значения будут по обе стороны примерно одинаковыми ну то есть грубо говоря если самое большое число наркоторговцев поймали там с килограммом допустим то будет чуть меньше кило там плюс сколько-то грамм кило минус столько-то грамм а у нас вдруг получается что во первых никакой кривой распределение вероятности не вырисовывается вот из этих официальных графиков мвд а все они липнут к значениям которые тянут на ту или другую квалификацию преступления о чем это говорит о том что эти данные все чаще всего приводили к какому-то нужному следствию числу значения точно так же как и результаты выборов в виде математического графика нет ничего общего с действительным положением вещей в соответствии с теорией вероятности не имеют у нас так вот вопрос возникает сколько еще таких дел сфальсифицированных я могу сказать что я так или иначе сталкивался с работой но раньше наркоконтроля но в первую очередь это касалось моей спортивной деятельности и действительно брянский наркоконтроль он одно время активно сотрудничал со спортивными организациями в прав в плане проведения соревнований у меня даже там какие-то дипломы от них есть там за пропаганду здорового образа жизни и т.д. и т.п. ну и действительно я хочу сказать что вот но с тем не относительно небольшим числом сотрудников которых я сталкивался но это в основном были там офицеры которые ближе были к какой-то такой деятельности связанной со спортом и с пресс-службой в общем у меня впечатление вполне нормально то есть там адекватные разумные люди то есть они все свои ту часть работы которую обещали при подготовке соревнований они добросовестно выполняли в этом плане все хорошо и но я кстати не хочу сказать что все там обязательно сотрудники коррумпированы там и так далее но я вот и нормальным людям в том числе задавал некоторые вопросы и они в принципе неофициально признавали что не все так хорошо и благополучно как об этом пишут у нас в официальной прессе и в частности второй вопрос по которому я мог судить работе этой службы это печально известная среди спортсменов 234 статья сейчас депутаты возбудились на счет 228 а вот это вот то что касается различных лекарственных препаратов признанных допингом это же вообще абсолютно бредовая статья то есть по ней уже стали сейчас давать реальные сроки но вы извините в конце концов никогда спортсмены не соглашались с тем чтобы к ним относились также как наркоманам и наркоторговцам и это вообще бред собственно говоря эти лекарства и препараты все создавались именно для того чтобы заживлять раны и восстанавливать организм другое дело что там спорта применение некоторых из них там большинство запрещено и также торговля ими без лицензии запрещено на территории россии но есть опять же одно маленькое но точно так же как преступление как я понимаю сейчас по наркотикам подтягивали за уши к определенным значениям чтобы было либо там крупный либо особо крупный там размер а количество патник небольшие там у этого парня уже чтоб особо крупный у него там чего-то там должно было быть больше пяти грамм именно столько того нашли а тут вот видите люди возят там проходами что-то здесь не то а вот по спортсменам там вообще все очень просто в принципе даже эта статья на сама по себе уголовного кодекса нормально но она состоит из нескольких частей и есть еще самое страшное мне это вот сопровождающий акт это некий список о количествах которые относятся крупному и особо крупному размеру но я могу там в терминах немножко ошибаться но смысл такой и получается что вот эти вот так называемые допинговые препараты лекарственные там практически любое количество начиная там ну грубо там допустим с двух пачек это сразу получается особо крупный размер и в результате мы имеем что если бы не было вот этих определений которые какие-то умные ребята разработали по количеству то все правильно там по первой части человеку грозит там штраф в принципе справедливо там запрещено торговать без аптечной лицензии там лекарственными препаратами ну не торгуй если тебя там на распространение поймали но ведь никого по первой из спортсменов по первой части практически никого не судили никогда всех судили по третьей части а третья часть там если я правильно помню до восьми лет и вот пожалуйста вам никакой коррупционной составляющей то есть прихватывают парня бестолкового который там никому криминалу не имел отношения просто там где-то ему в тюняшилось в голову что он съест волшебную таблеточку или там укол волшебный сделаете сразу станет там силачом что на самом деле далеко не так и он вот попадает в такую дурацкую ситуацию я знаю то есть ко мне обращались эти спортсмены уже как журналисты просто как бы человеку разбирающимся в некоторых нюансах уголовных дел я могу утверждать что большинство этих дел это были провокации то есть специально целенаправленно ходили некие личности включая и самих сотрудников даже по своим родственникам и настойчиво им предлагали ну достанет там то достанет и некоторые соглашались кто-то там из соображений там чуть-чуть нажиться ввиду того что многие спортсмены люди достаточно бедные финансово вот кто-то там просто под влиянием уговоров даже родственников я знаю историю когда в общем-то парень тренер его родственник который уже там работал и он мне сам про это рассказывал и как потом выяснилось собирался уйти на пенсию и хотел себе там пару палочек или звездочек заработать он его настойчиво буквально несколько месяцев склонял к тому чтобы он ему достал нечто там запрещено какой-то там препарат я уж не помню там то ли тому а метандра снилоломи шла речь что ли о чем-то подобном а вот так мало этого он еще чтобы лишнее преступление раскрыть он не только его оптом попросил чтобы он передал эти препараты а он еще попросил когда была ситуация что не мог приехать он еще попросил что жена его тоже привела привезла ему вот обещано ну и потом выяснилось что все это снимали и что он там в принципе но опять же вот по этой статье преследуется только действия с целью продажи ну а продажи это любое отчуждение передач там и так далее передачи денег не обязательно он еще когда он не мог приехать он его уговорил что тот попросил свою жену которая тоже там тренер или там приемшь не помню или преподаватель танцев что-то в этом роде попросил чтобы она привезла и вот в результате они получили от своего родственника чтоб он наилучшим образом ушел на пенсию два уголовных дела но там они долго их мытарили в результате они там и он и она получили какой-то условный срок и были счастливы что остались на свободе и все это закончилось хотя они в принципе как бы вообще ни чему не имели отношения то есть просто поддались на длительные уговоры и свое время там чуть позже потом вот эти вот провокации в качестве действия запретили им а то вообще невозможно было я тоже поскольку там занимался торговлей спортивным питанием оптовыми мелко оптовые в том числе одно время ко мне повалились в офис какие-то странные личности ходить притом которые совершенно не были похожи на спортсменов и с туманным взглядом они по бумажке заученные слова произносили там а вы не подскажете там как мне там купить метан или ритаболин у них на большего там фантазии не хватало при том это настолько все дико выглядело что я понимал что в принципе чаще всего это роль таких вот деятелей выполняли или на чем-то попавшиеся которого обещали срок скостить если они подтянут еще расскажут или спровоцируют какую-то ситуацию чтобы можно было лишнее уголовное дело открыть и расследовать успешно или это какие-то стажеры которые которые там приходили к ним на работу и наконец мне это настолько надоело что я там передал через общие знакомых что если еще какой-нибудь такой тип придет ко мне в офис с таким предложением то я его сначала ну скажем так как человека склоняющего меня к преступной деятельности обезврежу достаточно неаккуратно а потом уже период так сказать вызову полицейских и в общем то после этого там эти визиты прекратились но спрашивается что это вообще за деятельность правоохранительных органов вот устройство вот таких провокаций и а сколько там сейчас под следствием сидит народу особенно дур гламурных которые там откуда-нибудь из китая заказали чаще всего это препарата для похудения который содержит что-то опять же запрещенных в россии лекарств они даже слов таких не слышали и знать не могут там что запрещено что разрешено а это в общем то попадает под статью вообще контрабанда сильнодействующих запрещенных там и так далее а там сроки тоже такие же вот и вот представьте там дурочка заказала средства для похудения и попала под статью ее там таскаю как бы а этом грозит там лет 15 точно так же масса туристов наших попала который там где-нибудь там в таиланде шить купил то что ему понравилось и прилетел а его трассы за белые руки взяли вот это все так сказать особо опасные преступники по некоторым там препаратам то есть вообще как бы вот мне непонятно я в принципе как ученые как специалист в том числе и в некоторых вопросах спортивной медицины ну я не понимаю почему это вот тема так демонизировано почему там вот в той же беларуси там я не помню фамилию одного из ведущих бодибилдеров его там поймали с эфедрином а эфедрин но это тоже в свое время применялся как жиросжигатель в спорте его почему-то приравняли к тяжелым наркотикам и вот в результате он там чуть ли лет восемь что ли он просидел там пока его или шесть пока его там условно досрочно не освободили вот это в принципе вот что такое то есть он тогда там пусть он там запрещенным методом гонял жир лишний вот кому лучше стал его взяли как бы закинули туда там на 6 или на 8 лет все журналы спортивные про это писали и вот сейчас в принципе это продолжается то есть я особо так не слежу сейчас за этим но вот регулярно появляются такие разоблачительные бодрые статьи сейчас уже наркоконтроля нет в принципе они там перешли в определенные там отделы в принципе то же самое в омвд в областные там городские где как я не очень тоже знаю их структуру но опять же вот ловят этих спортсменов и очень много таких дел на вот этих спортсменов и на контрабандистах теперь опять же вот тот вопрос которого я не коснулся да наркоманов надо очень жестко наказывать но опять же тех людей наказывают потому что опять же вот та же олесе сивакова но если не знаете кто это посмотрите дело олесе сиваковой которая была в общем то абсолютно было понятно что она невиновна но точно так же захотелось как я понимаю одного человека с правильными связями освободить от ответ от ответственности за дтп и ей далее хотя все абсолютно было всем понятно что она невиновна и далее шесть с половиной лет и вот пока она сидела в сизо сейчас приговор отменен она реабилитирована и так далее опять же потому что большой был общественный резонанс так вот с ней вместе сидела она мне рассказывала в камере озвучил детдомовка бестолковая там безграмотная тупая как валенок да она наркоманка но она шла там как особо опасно преступница чуть ли там не владелица наркокартеля а у нее даже там куфты зимой теплой не было в камере там холодно у них было его там эти сердобольные тетки которые сидели вместе с ней с камерой какой-то одежды и собирали вот так сказать вот кто-то тоже отчитался о о том что владелец наркокартеля и она уехала там я не говорю что опять же она хорошая и надо их поощрять но не те у нас сидят хозяева наркокартелей судя вот по этому случаю не они действительные хозяева этого бизнеса ну и вот опять же про битье новости в прошлом своем видео я рассказывал о том что первую инстанцию суда я проиграл у мвд о защите их честь и достоинство и деловой репутации что я не имел право поднимать вопрос о том что у них бьют задержанных ну и вот потом я суд выиграл все таки а когда первая инстанция решения выносила в этот день взяли под стражу руководителя отдела уголовного розыска и зам которые забили до реанимации задержанного но вот я тогда сказал в прошлом видео что я не знаю что там дальше был сейчас дело передано в суд и там еще какие-то эпизоды у них появились ну и вот им там по моему до 12 лет грозит за это за все это к вопросу о том как у нас преступление расследуется так вот эта речь вся о том что вот сколько людей абсолютно непричастных или там причастных не к тому у нас отбывают сроки сидят в сизу вот из-за того что такая такое положение с работой полиции а к этому шло ведь все много лет я всегда говорил что самый жуткий фильм который я видел когда еще телевизор у меня был дома много лет назад это начало сериала менты если помните которым всех все восхищались которые в котором говорили что там такие мужественные герои неподкупные честные там готовы под пули идти а я тогда уже сказал они хотя бы одно дело расследовали без подстав без разводов без нарушения вот так как оно положено без обмана без устрашения там когда приводили кого-то типа страшного и человек со страху там в чем-то признавался и при таких методах работа они типа сажали только виновных потому что они сами были такие честные и неподкупные так вот на самом деле так не бывает такими методами могут на скамье подсудимых оказываться вообще кто угодно я уже не говорю про предпринимателей я не говорю вот про дело анатолия михайловича панченко который не выдержал вот длительного уголовного преследования и которого уже нет в живых сколько таких судеб сломано сколько предприятий разрушена опять же вот по 159 части 4 единственная статья против предпринимателей которая осталась с задержанием под стражей а вы понимаете что если предпринимателя бросить в сизу то по выходе даже через несколько месяцев он уже не найдет ничего что у него было на предприятии и вообще того что от него осталось поэтому ребята радоваться рано давайте что-то совсем этим делать и очень хорошо что вот это дело и такая ситуация стала столь громкой что уже общество не могло больше молчать и терпеть потому что всем это надоело и ненормальная ситуация когда любого человека тут сразу и аюба тетиева решили условно досрочно освободить вы мне объясните как человек тренер по борьбе который тем более определенных взглядов и религиозных придерживается как он мог вообще быть пойман с наркотиками это вот что такое то любому то есть и я также всю жизнь я боролся за пропаганду спорта и здорового образа жизни и могут точно так же там у меня и любого обвинить в чем угодно это же не нормально а вот эти вот но отдельный разговор про 30 статью отдельное видео сниму приготовление преступления рядом у человека находит бутылку там не знаю с керосином и приходят выводы что он готовился террористический акт собирался с коктейлем молотова свернуть существующего власть изменить конституционный строй россии а чем не вариант опять же подкидывание патронов там всего чего угодно что мало что ли этих способов думайте об этом она может коснуться каждого всего вам доброго